Да. Ну, сними второй. Причем? Ну, просто, ну, сними. Причем? Ну, просто хочу, ну, че ты. На самом деле, я вообще вот туда, к Смоленской, вот. Просто тебя увидел, думаю, что надо тебя поругать чуть-чуть. У меня такое хорошее настроение, такое, я немножко хочу плакать, вот. Поэтому, думаю, надо кого-нибудь чуть-чуть, тоже какие-нибудь эмоции. Поругать? Поругать, да, сказать тебе, ай, нехорошо, не кури. Зачем ты куришь? Тут, кстати, это, я просто видел, там два мусора ходили. Вот, они подходят к людям, которые курят иногда. Это теперь запрещено в России? Ну, типа, короче, вообще, да. А ты не из России, что ли? Давно здесь не была, просто. Серьезно? Да. Короче, я тебе расскажу, я тебе расскажу. Там штраф, короче, по-моему, вот. В общественных местах, типа, нельзя курить. И, типа, это считается пешеходной улицей. Вот, это вообще, ай-ай-ай, нехорошо. Вот. Ну, это, да, ничего, не страшно, я тебя еще прикрою, короче, вот так будет. Вот. Но я сам не курю, на самом деле. Вот, поэтому, не знаю. А че, откуда ты? Откуда ты? Блин, слушай, я прям удивлен, если честно. А че, откуда ты? Ну, недавно была в Бразилии. В Бразилии? Ты бразильянка? Не, ладно, я понял, ты русская, просто уехала куда-то. Или путешествуешь постоянно? Нет, я там была, жива. Сколько лет? Кода три. Нашла себе черного мужа? Высокого такого. Так, я просто, ну, я, знаешь, там, вот, здесь, я вот не понимаю, как вы девушки, как вы эти, как вы девушки замечаете, что нет кольца, я вот почему-то всегда не обращаю на это внимание. Парауру кажешь, да, должна быть? Понятия не имею. Ага, ты тоже не сечешь, да, в этом? Да, мне все равно. Слушай, это хорошо. А тебя как зовут? Настя. Меня Сашуля зовут. Сашуль. Да, Сашуля. Мила. Ну, я такой, видишь, маленький, милый чувачок. Вот, серьезно. Вот. Очень отвыкла от этого. От чего? От знакомства на улице. Серьезно? А у меня сегодня тренировка по футболу, я думаю, там одни мужики с ними общаться, уже надоело, у них все пропердеж, шутки. Вот, ну, еще какие-то. Хотя, мужики взрослые, там, лет по 40, по 30, представляешь? Да, один. А ты одно и то же, да, вот серьезно, вот одно и то же. Просто мужики ощущения не растут, нифига. Да и возраст неважный, на самом деле. Где сколько лет? Я не уверена, что... Давай, скажи, сколько лет. Мне просто интересно. Ну, после того, как ты скажешь. Да нет. После того, как ты скажешь, я скажу. Но ты удивишься. Нет, давай, первый. Ладно, давай. Я, типа, угадаю, сколько тебе. Нет. Я говорю. Скажи, сколько тебе лет. Ну, ты угадай, давай, так. Да нет. Угадывай, угадывай, угадывай. У тебя одна попытка, если не угадаешь, я тебе дам правильный ответ. Давай. Скажи, что 19. Скажи, что 19. Надеюсь, что нет. Почему? Хотя, да, я бородатый, надо побриться. Тогда буду выглядеть на 16. Нет, наоборот, не надо бриться. Не надо бриться, думаешь? Тебе нравится? Конечно. Ой, слушай, приятно. А я сегодня думаю, короче, у меня машинка такая, я обычно голову ей брею, бороду иногда. Я не нашел зарядку, я такой думаю, блин, вот, наверное, плохо буду сегодня выглядеть, вот. И вообще, я убитый, вчера весь день работал, пришел там где-то в час ночи, и вообще, я такой убитый. Слушай, у меня там разные работы, подработки, там футбол в основном, там, я судил матч, там много еще чего делал. Там, ну, организационная деятельность такая. Тебе надо побывать в Бразилии. Да, а что там? А там футбол? Блин, вообще кайф, я бы хотел. Ну, у меня, знаешь, что, очково, у меня очково, знаешь, что? Потому что они там все хорошо играют. Это неважно. Какие, вот, я, как бы, у себя тут в России, как бы, в порядке, да? А если я туда приеду, они скажут, что за труп? Ну, а как же вы стремление курса? Да ладно, я туда приеду, всех просто. А они скажут, что это парень из России, он бразилец. Не, ну, на любительском уровне я хорошо играю. Мне 25. Мне 25 будет через неделю ровно. В следующий понедельник мне 25. Скажи, что 20, ладно, я поверю. Мне сейчас 24, 28 марта мне будет 25. Вот, тебе сколько лет? У меня 26. 26? Да ты гонишь. Выглядишь на 23. Ой, да господи. А когда я начала... Оставь эти... Не, ладно, если честно, если честно, ты выглядишь на 22, но когда ты начала говорить, что ты там, типа, куда-то летаешь, я такой думаю, не-не-не, она взрослая, детка какая-то. Детка? Да-да-да, серьезно. То есть так, что теперь в Москве? В Москве теперь? У тебя нет насморка? Чувствуешь, чем пахнет? Ну, чувствуешь, нет? Соколепный? Не, не только вообще, в принципе, чувствуешь, чем пахнет? Воздухом? Пахнет романтикой. Ты че, прям романтика-то? Типа, да. Что? Почему ерунда? Ты че, блин, обнаглевал, что ли? Я знаю, у меня за 6 лет оттвыкла. Давай переиграем, только ты, давай переиграем, короче, только ты дашь вариант. Давай, я такой. Чем пахнет? Да-да, ты так, давай спрашивай, чем пахнет. Давай, ну ты спрашиваешь меня. Давай, чем пахнет? Ну, не знаю, не знаю. Ты же сказал романтику. Нет, а ты, нет, ты придумай че-нибудь, чтобы я такой, ага, правда. Давай. А у меня нет такой цели. Ну, ты подумай, ну придумай, давай. Пахнет сигаретами, воздухом и, возможно, испражнениями из канализационных люков ближайших. О, это так клево, так мило. Ты такая милая, прям как черепашка-ниндзя. Потому что у них учитель крысы, а не крысы, да, там. На это намекаешь, да? А что ты здесь? Да, и на любовь к пицце. На любовь к пицце? Слушай, а ты фанат, да? Слушай, я думал, я один фанат. А кто твой любимый там? Мне кажется, Микеланджело. Микеланджело? Потому что он больше всех любил пиццу? Нет, они одинаковые, мне кажется. Нет, Микеланджело любил пиццу больше всех. Микеланджело, он самый распизденный там. Ну да, наверное, поэтому. А мой любимый был Рафаэль. Почему? Потому что он злой такой. И, ну, как бы еще Рафаэль Санти. Ну, их же часть художников называли. Вот. И Рафаэль Санти родился 28 марта, как и я. Вот, так что, видишь, я все в курсе про них. 25. Причем четверть века. Скоро смерть. Скоро смерть, представляешь? Ну, ты еще старше, так что тебе хуже. Вот. Я на пути, да. Серьезно, ты на пути. Блин, а по мне видно, что я убитый? Нет? Палится? Нет? Я вот прям вот тут чувствую, прям вот тут усталость. Ты любитель? Ты спрашиваешь, покурил ли ты? Не, не, я не курю, я не курю, не. Я вот против этого, против вообще наркотиков там. А ты, наверное, да, прям веселишься, да? Не, на самом деле у меня было настроение года два назад. Я думал что-нибудь попробовать. А потом думаю, какого хера? Я не попробовал, ну, знаешь, зачем сейчас, как бы, я, как бы, знаешь, получаю удовольствие иногда вот просто от общения. Иногда? А когда не получается это? Тогда я обычно, не знаю, мучаю людей других. Люблю это. Слушай, ну, издеваюсь над людьми. Ну, не знаю, там. Первый способ. Первый способ. Ну, не знаю, у меня есть сестра. Я ее мучаю там, знаешь. Ну, и друзья. Ну, да, ей уже 19. Кошмар, представляешь? Да, а как же ты мучаешься? Ну, не знаю, как-нибудь там, ну, короче, мозги, знаешь, просто взрывая мозг. Рассказывает какую-нибудь историю, она такая думает, о чем это. Знаешь, есть такая болезнь, люди, когда говорят несвязанные слова. Дислексия? Не, не, там как-то по-другому. Я просто недавно в интернете проедил. Синдром Торрент? Не, не, Торрент это, да, это другое. А прикинь, я подошел бы к тебе, с синдромом Торренте тебе понравилось бы? Я бы удивлена была. Это был... Это был муклево. Это был муклево. Не, я смотрел только в этом. Мужчина по вызову, фильм с Робом Шнайдером. Там была девушка с синдромом Торренте. Он позвал ее на футбольный матч, и у нее прошли комплексы, что она ругается. Соспальком. Так это взяли оттуда. Оттуда, да. Да, 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 да. Ясно, короче, ты как... Ты фанат, да, всякой херни, походу, как я. Серьезно. А как ты вообще проводишь выходные? Развлекаешься как? Колянчик куришь? Дома привыкаю к холоду. Куришь колянчик без наркотиков? Обычно колянчик? Бывает. Бывает? А к футболу как относишься? Абсолютно безразлично. Сучка. Ну пошел ты. Блин, а чему нет? Потому что чем не смотреть на кучу волосатых мужиков. Я не волосатый. У меня только борода и все, а так я как бы бреюсь там и везде. Подмышки там, еще что-нибудь там. Спасибо за подробности. Серьезно. Мне этого не хватало. Да? Я думаю, блин, а бреет ли он подмышки? Стояла и думала. Серьезно? Слушай, у меня теперь вопрос к тебе. А ты как бы, ну, пробовал лазерную эпиляцию бикини? Так, в эту сторону я не хочу развивать наш разговор. Почему? Потому что у нас была романтика там. Романтика? Романтика, да. Эпиляция, лазерная эпиляция бикини. Серьезно. У меня есть купон. Я не пробовал, но мне предлагали. Но мне предлагали... Не, мне предлагали только одну какую-то, как это говорит, зону. Одну зону мне предлагали на работе там у меня. Вот, я такой говорю, нет. Ну, я работал в фитнес-клубе, и там был салон спа. Салон красоты, вот. И там делали эпиляции, еще что-то там, массажи. Там, стрели мне там раньше бесплатно. Сейчас я туда не хочу приходить. Потому что парикмахер постоянно выбирает мне разные прически, которые она сама хочет. Ну, чтобы когда бесплатно стригут. Так скажи. Ну, да, ей 45. Да, она на меня запала. Я серьезно. А просто к ней домой теперь тоже не придешь. Короче, ты сейчас куда-то туда идешь? Да. Печали, а я туда иду. Слушай. Грустно. Давай, знаешь что? Ты как будешь свободна? Завтра я занят? Ты как будешь свободна? Я не уверена, что... Как ты будешь свободна? Давай так. Просто когда ты свободна? Сейчас. Я вспоминаю, что у меня в четверг. В среду ты что делаешь? Я в среду пока свободен. Вроде бы. В среду. Давай в среду. Вряд ли. Почему? Ты удивишься. Тебе понравится. Да? Да, у меня есть. Я бы сказал удивительное. Другими словами. Хорошая идея есть. Вот. На среду. Серьезно. Узнаешь. Серьезно знаешь. Давайте во вторник. Во сколько я освобожусь? Где-то часов в 9 вечера. Нет. Смотри. Во вторник. Я завтра иду на обучение там одно. Вот. По апелляции. Не, не по апелляции. Не важно. Вот. И я буду свободен где-то часов в 8 вечера. В 9 могу набрать. Давай, насчет среды договоримся. И что мы помним в среду? Почему нет? А? Узнаешь? Тебе понравится. Ты удивишься. Такого с тобой никогда в жизни не было. По мне видно, что... Вряд ли меня ты можешь чем-то удивить в своей 20, почти 5. А ты думаешь, это важно? Возраст, думаешь, важен? Ну да. Ну ты бедняжка. Ты прям... Ну, по факту наличие... Наличие... Больших лет. Уславливает наличие... Ну знаешь, есть люди, которые живут по 40 лет и нихера не делают. Понимаешь? А есть люди, которые каждый день творят... Что-то творят. Понимаешь? Без наркотиков даже. И это еще... Не говоря о том, что я круче, чем они. Ты круче, чем наркотики. Как ты можешь сравнивать, если ты не пробовал? Понимаешь, сравнивать не тот, кто пробует. Ну как... Не, сравнивать... Ну то есть... Не-не я. Меня же пробует, понимаешь? Так что... Были, кто меня пробовал, я не говорю, что я лучше, чем наркотики. Булшит. Бля, хорош, слышишь? Сама ты говно там, или как это переводится. Я английский не секу. Короче, давайте, во вторник наберу. Иначе среды... Там повезет, не повезет. Если у тебя будет хорошее... Если у тебя будет хорошее, нет. Я уже почти дошел до метро, так что там шансов мало, что будет... Хоть кто-нибудь нормальный. Тайфика народу. Бля, не, 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 не. Смотри, если что скажешь, Саня. Пулшит. Гол ту эс. И сак май дико варилел. Если ты хочешь быть мой друг, поставь май дико в твою руку. Мувит лифт, мувит райт. Это сейчас откуда? Ой, не знаю. Это такая импровизация. Да, да. Если ты хочешь быть мой бой, ликмапуси фо май джой. Вот. Ну я же, понимаешь, я же не опытный совсем. Я же ничего в жизни не пробовал. Вот. И как бы не занимался никакими делами интересными. Поэтому... Подожди, ты мне почти сквозь назад говорила о том, что у тебя такой офигенный опыт, что возраст не страшен. Ты совсем, да, вообще не сечешь сарказм, да, походу? Ясно. По-моему, ты сечешь сарказм, а еще ты не слышишь то, что ты говоришь. Я, да. Но зато я запомню, как тебя зовут, Анжелика. Ладно, я помню, что Настя. Серьезно. А меня зовут Сергей. Это сокращение от гея. Вот. На самом деле, я реально гомосек. Но это не важно. Короче, на самом деле, уже темнеет. Вот. А я боюсь темноты. И я хочу в метро, потому что там светло. Вот. Ты что-то хотел делать после девяти вечера в среду? Попоп. Нет, я во вторник до девяти вечера занят. В среду я свободен. Поэтому я тебе позвоню во вторник. И начать в среду подумаю. Серьезно, давай. Я думаю, что это ничего хорошего не приведет. А мы посмотрим. Если что, скажешь, нет. Серьезно. Я могу сейчас сказать, что нет. Попробуем просто. Дай шанс чуваку, у которого сейчас плохое настроение. У тебя же было хорошее настроение. Уже плохое ты меня расстроила. Я тебя расстроила. Ты просто портишь настроение людям. Как это легко сделать? Ты знаешь, что я такой. Я люблю это делать. Я переменчиваю. Это мой фетиш. Я очень. Я люблю взрослых. Можешь людям. Сейчас я походу. Особенно незнакомцам, которые подходят ко мне на выжд. Бля, ты кайфовая. Поэтому я думаю. Так, просто заткнись. Прекрати. Прекрати. Просто прекрати. Просто не сейчас. Давай не сейчас. Просто сейчас мне лень. Честно, лень. Во вторник, вот я говорю, ты удивишься. Сейчас сейчас занят. Я? Я сейчас уезжаю. Куда? На тренировку. Ну, это не тренировка. Ну, это как бы мы там играем. Как бы с чуваками там. Вот. Они как бы, ну, проигрывают всегда. Пошли пешишь? Ну, вообще, как бы, да. Поэтому я и хочу уже пойти. Тебе есть 15 минут, чтобы уговорить мне, пока я иду до библиотеки имени Ленин? А я иду туда. Поэтому я сейчас прям сразу сажусь в метро и еду уже на Кунцевскую. После чего сажусь в машину. Ну, вообще по себе. И еду на Полежаевскую. Ну, Полежаевскую, чуть дальше. Там стадион ЦСКА, Третья Песчаная, Дом 3. Вот. И там вот буду бегать с мужиками. Поэтому прям сэляви. Прям. Поэтому давай. У тебя 30 секунд. Я реально... Я тебе позвоню завтра. Ультиматумы ставлю. Ну, сегодня сделаю исключение. Так что давай. Я уже записал две цифры на свой самый дорогой телефон в мире, который я купил полтора года назад. Думал, куплю себе нормальный, короче, и что-то, видишь, он мне понравился. Ты не помнишь свой номер? Нет. Я говорю, я недавно приехала только. Недавно это когда? В конце января. Ну, это уже давно. Поверь, для меня это еще недавно. А ты знаешь испанский? Португальский. А испанский знаешь? А почему так говоришь португальский? Потому что в Бразилии говорят... А ты знаешь португальский? Знаю. Ничего себе. Английский тоже знаешь? Да. А какой еще знаешь? А немецкий знаешь? Дубистайна Кляйна Фрикты Мэтчен. Точно не знаешь немецкий? Нет, нельзя я не знаю. Все, тогда все хорошо. Азербайджанский знаешь? Нет. Азербайджан. Я? Нет, я русский. Меня Саша зовут. Ну, не казать. Да? 8926. Так, это... Сейчас я, ну, как это называется, good dog тебе сделаю. Там билайновский номер будет. Вот, да, это я. Окей. Я думаю, блин, ты серьезно любишь взрывать мозг людям? Ты первый человек такой, если честно. Вот. Ладно, давай пятюню. Вот. И, в общем... Все, я знал, я знал, что ты сделаешь. Блин, если честно, я без энергии сейчас. Все, давай, завтра исправлюсь. Бля, что-то я вообще прям мертвый пиздец. Да. И я, это...